Ну давайте, значит, сразу начнем как-то так вот с позитива. Меня зовут Наталья Жулнова. Я работаю в Сбербанке. До того работала в Сбербанк технологий. И я аналитик. Ну то есть не совсем аналитик, я технолог, но это такой как бы аналитик-переросток. Который не только руководит там бизнес-аналитиками, но еще и, значит, вот оптимизирует бизнес-процессы. И сегодня я хочу поговорить о том, почему аналитики так плохо определяют нефункциональные требования обычно. И как, в общем, можно им в этом помочь. Ну, собственно, до того, как я поработала в Сбербанке и Сбербанк технологий, я работала довольно много где и довольно много кем. В последнее время там каким-нибудь ведущим аналитиком, который руководил группой аналитиков, либо там начальником отдела системного и бизнес-анализа. И что я вам могу, значит, ну, сказать о том, как аналитики вообще пишут, описывают нефункциональные требования. Они обычно бывают описаны на уровне, ну, прибора 17. Что 17? А что приборы-то? Ни про источники этих нефункциональных требований, ни про то, в каком формате их вообще вот можно и нужно писать, ни каким целям это все должно служить. Аналитики в большинстве случаев просто, ну, не то что не догадываются, может быть, и догадываются, но почему-то, в общем, эти свои знания они никак не применяют на практике. Вот. Почему вдруг такое происходит, я не знаю, честно. Ну, наверное, никто не рассказывал, как с нефункциональными требованиями жить и работать. Но с другой стороны, с другой стороны, аналитики очень любят шаблоны, почти как технические писатели. И есть чудесный шаблон ГОСТ-34, в котором нефункциональные требования, они все вот расписаны. И вот аналитик, значит, сидит и начинает заполнять этот шаблон. И как ему там вот на душу легло, так он и пишет. Вот. Креатив. Вот. И, собственно, у аналитиков, у них очень часто примерно как у психотерапевтов. Кто первый халатик надел, тот и доктор. Вот. Так что, кто первый написал про нефункциональные требования, у того потом все копипастят. А копипаста у аналитиков, она такая вещь, она... Память хорошая, да, а вот мозгов не у всех много. Вот. И вот копипаста у аналитиков, значит, она вот ровно такая. Значит, кто первый написал, с того потом и копируют. И пошло это, и пошло, и пошло распространяться просто вот там из века в век. Вот. И, собственно, а когда задаешь вопрос, а зачем? Вот что, какие действия на основании того, что ты написал, дорогой мой, я должна выполнить. Вот представь себе, я там даже вот, ну, не твой начальник, я менеджер проекта, я тестировщик. Вот. Что я должна делать, прочитав вот тот текст, который ты написал? И в большинстве случаев я не получаю внятного ответа на этот вопрос. Сюрприз. Ну вот, для того, чтобы получить внятный ответ на этот вопрос, мы сейчас вот с вами немножко поговорим тут. Значит, собственно, цель определения вот всего этого там, да, там хайпа вокруг нефункциональных требований, это чтобы тестировщик или, соответственно, ну, не просто инженер, да, по качеству, а там кто-нибудь еще даже повыше, он смог принять решение какое-то относительно того, относительно там, ну, например, посмотрев на результаты тестирования там вашего продукта, вашей системы. Что с ней делать-то теперь? Да? Ну вот, например, значит, сейчас мы скажем, расскажем, какие бывают эти нефункциональные требования. Вы это знаете, наверное, лучше меня даже, потому что каждый день с ними встречаетесь. Ну вот, например, требования по доступности системы. Ой, последний раз видела прекрасное. Значит, доступность системы должна быть на уровне 99.99%. Ну хорошо, вот я, соответственно, там, да, героическими усилиями довела эту систему до, там, первого нагрузочного тестирования и, соответственно, определила, да, параметры ее доступности. У меня получилось не 99.99, а 99.98. Что мне делать? Мне вешаться? Сразу выкидывать то, что я сделала в мусорную корзину? Дорабатывать? Что? Значит, без нормального определения нефункциональных требований, да, ответ на этот вопрос, причем еще, соответственно, не просто аналитиком, да, определения этих нефункциональных требований, а совместно с тем, кто вообще продумывает систему качества продукта и отвечает за нее. Вот без нормальной работы и содружества этих двух людей ответ на этот вопрос просто-напросто невозможен. Ну, очевидно же. Вот, тем не менее, вы знаете, очень много компаний, особенно, ну, в финансовом секторе, в секторе страхования, например, да, там, вот, собственно, именно они, они сейчас рвутся, рвутся быть продуктовыми компаниями, прямо вот, ну, вот, прямо вот выпрыгивают из всей собственной одежды, чтобы только вот, ну, вот, да, вот, вот, мы тоже продуктовая компания. А когда начинаешь спрашивать, ну, хорошо, вот продукт, модель, качество, да, твоего будущего продукта у тебя есть? Вот. И тут начинаются вот такие вот удивленные глаза, значит, раскрываться, и, ну, вопрос, в общем, звучит примерно так. Так, чё, чё, чё сейчас сказала? Ой, всё. Вот. Дальше просто, вот, да, вот, можно уже тушить свет и начинать разговаривать о чём-то другом. Так вот, какие они бывают, эти нефункциональные требования? Всё очень запутано, на самом деле, для аналитиков. Ещё с уровня, там, Библии, бизнес-аналитика, бизнес-анализис, body of knowledge. Третья версия, товарищи. Значит, собственно, почему эти нефункциональные требования вообще всплыли? Потому что существует классификация требований. Она так принята. И вот когда бизнес-анализис, body of knowledge, он, значит, вот так классифицировал требования, ну, наверное, они, собственно, ну, имели под этим какую-то идею, но когда я посмотрела на эту классификацию, мне стало дурно. Во-первых, потому что они нефункциональные требования приравняли к атрибутам качества, они поставили между ними знак равенства, а во-вторых, они, соответственно, эти нефункциональные требования и функциональные, соответственно, опустили на уровень требований к решению, то есть фактически системных требований. А все остальное, бизнес-требования, да, там требования ключевых заинтересованных лиц, как будто вот к нефункциональным там даже не имеют никакого отношения. Ну, есть более развернутая классификация, в которой, собственно, все требования делятся на функциональные и нефункциональные. К нефункциональным относятся все ограничения, в том числе бизнес-правила. Вот Вегерс в последней своей книге бизнес-правила, он таки не отнес к нефункциональным требованиям, он их там выделил в отдельную категорию требований к программному обеспечению. Почему бизнес-правила включены были в нефункциональные требования? Почему? Потому что, собственно, вот деление требований на функциональные и нефункциональные, оно пошло откуда? Функциональные отвечают на вопрос, что мы должны сделать, а нефункциональные как? И бизнес-правила, они нам как бы диктуют, как мы должны там, например, реализовать тот или иной сценарий. Итак, значит, бизнес-правила, внешние интерфейсы — это все то, что касается любого взаимодействия с другими системами и операционной системой, атрибуты качества наши любимые, которые входят в модель качества, ограничения, соответственно, это все, что ограничивает набор архитектурных, возможных архитектурных решений. Предложения по реализации, то есть какие-то готовые прототипы, результаты каких-то уже исследований похожих систем. Приложения по тестированию тоже к нефункциональным требованиям относятся. И юридические требования — это патентная частота и так далее и тому подобное. Вот все это нефункциональные требования. Значит, собственно, почему вдруг с этой темой я там решилась выйти в аудиторию специалистов по качеству продукта, потому что, собственно, в определении нефункциональных требований участвуют, участвуют, ну, тут танцуют все — и пользователи, и члены проектной команды. И вот те, кто отвечает за качество, они прямым образом, да, там, в определении, значит, этих нефункциональных требований участвуют. Каким образом, что они делают? Во-первых, они контролируют качество определения НПТ. Во-вторых, они задают как раз и их, ну, определяя модель качества, и задают какие-то уже начальные значения для тех атрибутов качества, которые должны быть, да, там, определены для разрабатываемого продукта или системы. То есть умный аналитик, он не должен там сидеть, значит, заполнять шаблон по этому самому, по методу полпальц-потолок, он должен подойти к специально обученным людям, которые отвечают за качество, и сказать, ну, хорошо, мы эту систему, видимо, не с нуля делаем. Какие, соответственно, да, там, вот характеристики производительности, надежности, да, там, соответственно, еще чего-то уже у нас достигнуты. И скажи, пожалуйста, значит, на что, ну, вот что вызвало больше всего там отторжения в плане, там, да, нефункциональных требований. Может быть, система медленно работает, может быть, время отклика такое, что его надо увеличивать. То есть вот первое, да, что мы должны сделать. В своей жизни я видела только две продуктовые компании, которые, в общем, делали именно так, и это было логично. В остальных, ну, вот, к сожалению, там очень часто аналитики писали свои нефункциональные требования на уровне системы должна быть доступна, должна, система должна обеспечивать доступность 99,99%. И ничего, что, собственно говоря, это, ну, не совсем система делает, ну, тем не менее, да, вот, 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 вот писали. Значит, тестировщики — это главное, как бы, да, там, первый источник информации о нефункциональных требованиях и главный критерий, как бы, их правильности в результате их качества. То есть это вот в моем понимании такой человек, который там должен стоять, да, так, с посохом и говорить, не пройдешь. Вот пока не напишешь это правильно, вот, ну, вот, не пройдешь этот квест. Значит, как они все, собственно, участвуют в этом процессе? Процесс долгий, неоднозначный. Значит, пользователи, мы из них пытаемся получить значение тех параметров, которые используются для определения нефункциональных требований, и, кроме того, определяем на основании там работы с пользователями те сценарии, в которых, соответственно, эти атрибуты качества должны проявляться. Системная аналитика, ну, обычная работа с требованиями, собирает, анализирует, документирует, пытается ими как-то управлять. Значит, системный архитектор и разработчики, они проверяют их на реализуемости, группа тестирования, она, соответственно, анализирует, опять же, вместе с аналитиками нефункциональные требования. И, соответственно, разрабатывает сценарии тестирования для проверки нефункциональных требований. И, соответственно, то, что написал аналитик без сценария проверки, да, там любое нефункциональное требование, которое там описывает аналитик, без сценария его проверки, это, ну, как минимум, аксюмором. Но я и такое встречала, бывало. Значит, для чего их вообще определять, собственно, а почему вокруг них такая вот, ну, собственно, да, там, возня? Во-первых, потому что нефункциональные требования очень сильно влияют на архитектуру и дизайн системы. Они очень серьезно ограничивают варианты архитектурных решений, которые могут использоваться, если их там, ну, как следует определить. И, во-вторых, те же самые атрибуты качества, они, собственно, определяют качество того программного обеспечения, которое мы разрабатываем или которое мы там изменяем, модифицируем, дорабатываем. Значит, что касается влияния нефункциональных требований на архитектуру и дизайн, то все атрибуты качества можно разделить на две группы. Те, которые относятся к времени работы приложения или системы, и те, которые определяют ключевые аспекты архитектуры, ключевые аспекты и даже подходы к проектированию системы определяют. Значит, соответственно, вот группа runtime, то есть та, которая относится ко времени работы приложения или системы. Это доступность, надежность, требования к времени хранения данных, масштабируемость вертикальная, горизонтальная, и требования к удобству, требования к безопасности, требования к конфигурируемости, требования к производительности и ограничения. Если посмотреть на них, на все, вот так вот, одним таким вот взглядом, то можно сказать, что на группа runtime, собственно, вот те характеристики системы, конечные атрибуты качества, которые входят в эту группу, они могут улучшаться не только за счет, например, изменения в архитектуре вашей системы. Ну, доступность, да, на нее одинаково влияет как архитектура вашей системы, как ваше, да, там, собственно, внутренность вашего приложения, так и, собственно, то железо, на котором система работает. Ну, да? То есть, взяв лучшее железо, вы можете, соответственно, как-то еще обеспечить большую доступность. Надежность, собственно, то же самое. Хотя она, опять же, зависит не только от того, на каком железе вы там, да, там разворачиваете свое решение. А вот дизайн-тайм, здесь, собственно, гораздо большая зависимость, она именно от конкретного варианта выбранного реализации, значит, вашего приложения или системы. И это требование к повторному использованию, требование к расширяемости, к переносимости, взаимодействию между компонентами, значит, к поддержке, значит, это, соответственно, то, что влияет на выбор средств разработки, организацию самого процесса, в частности. Требование к модульности и к возможности тестирования. И еще, значит, там, к возможности и простоте локализации. Те, кто занимался тестированием локализованных приложений, вообще, ну, вот темой локализации занимался, наверное, помнят, как ему тяжело давались локализации тех программ, где строчки интерфейса были прямо захарткожены. Ну, вот. Кто встречался, тот знает. Вот я, собственно, ну, у меня довольно тяжелый путь. Ну, я еще, я еще и локализованные версии системы, системы выпускала с этого, начинала, собственно, но я тогда была не аналитиком, а разработчиком и темлином разработки. Вот. Поэтому, ну, да, вот это все, вот это вот относится больше к архитектуре. Поэтому, когда, да, там вы, опять же, определяете требования к возможности тестирования, то знайте, что без внимания какого-то, да, уделяемого архитектором, собственно, вам на этом, на этом этапе не обойтись. Ну, собственно, да, вот мы говорим нефункциональные требования, характеристики качества, а, собственно, вот откуда они должны браться-то? Ну, собственно, существует модель качества программного обеспечения. Вы сами прекрасно знаете, что люди стали этим вопросом интересоваться, его развивать там еще, я не знаю, в 60-е годы прошлого века. Так вот прям системно подходить к этому вопросу. И что же такое вообще характеристики качественного программного обеспечения? Ну, легко использовать, да, производительность хорошая, ошибок нет, пользовательские данные не портят, можно использовать на разных платформах, может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, легко добавлять новые возможности, там, да, удовлетворяет там потребности пользователей, основные удовлетворяют очень хорошо, там, те, которые имеют более низкий приоритет, может удовлетворять похуже, но все равно удовлетворяет. Значит, хорошо документировано, и этот список может расширяться. Значит, это только характеристики, то есть, да, что мы должны обеспечиться. Но вот нефункциональные требования становятся нефункциональными требованиями тогда, когда мы говорим, в каких сценариях нам нужно демонстрировать эти характеристики качественного ПО, насколько легко, да, там, например, должно это ПО использоваться, определяем не только вот эти вот атрибуты качества, да, но метрики, которые позволяют нам оценить, насколько легко использовать наше программное обеспечение, и задаем их какие-то численные значения. Вот тогда вот да, тогда, и причем задаем не просто одно численное значение, да, там, соответственно, система должна там обеспечивать доступность, у меня уже, по-моему, просто вот я на этом залипла, 99,99 процентов, да, а задавать какие-то интервалы, что решение, которое мы разрабатываем, да, должно удовлетворять определенным требованиям к доступности. Значит, 99,99 — отлично, да, перфект. Значит, 99,97 — на уровне приемлемо, соответственно, да, а все, что ниже, это уже, ну, извините, собственно, вот это уже никуда там не пойдет. Причем у этих цифр, которые указаны в нефункциональных требованиях, должны быть источники. То есть они на чем-то должны основываться, эти цифры. Скорее всего, на требованиях бизнеса, который говорит, что, ну, скажем так, вот простой данной системы 4 часа в год, да, обойдется мне, ну, в эквивалент там, ну, я не знаю, 2 миллиона рублей. Ну, если там, это Сбербанк и система работает во всех отделениях, ну, там, в 2 миллиона рублей. Этот риск я готов нести. Шесть часов в год, ну, в общем, да, а вот на порядок больше 20 часов в год уже, ну, совсем неприемлемо. И вот эти вот границы, да, соответственно, поговорив именно с бизнесом, аналитик должен выявить и поставить в качестве вот этих вот границ, например, по доступности системы. Вместе с инженерами по качеству и вообще хорошо бы на самом деле там, например, вместе с директором по качеству, который понимает, что такое качество программного обеспечения и знает, что такое там модели качества. Ну, про это, собственно, наверное, вам говорить даже смешно. Но, тем не менее, если ваши аналитики значит, при словосочетании модель качества по Макколу и по Боему, соответственно, они, ну, даже вот эти словосочетания у них никакого отклика в глазах и в мыслях не вызывают, то, наверное, это плохо. Я, собственно, довольно давно, четыре года уже как, веду занятия на факультете инновации и высоких технологий в МФТИ. И мои студенты — это будущие аналитики. Почему я этим занимаюсь? Потому что я в своей жизни видела директоров по разработке, которые не только вот эти, значит, да, там буквы и цифры, они как-то вообще не вызывали никакого отклика. Они, значит, приходили и говорили, о, у меня тут такие вот завелись, аналитики называются, и знаешь, что-то вот сидят и пишут какие-то юз-кейсы. я понятия не имею, то они делают или не то. И вообще, зачем эти юз-кейсы они пишут? Ну вот как ты думаешь, то или не то? И я вот смотрю, человек, да, вот, ну, он занимает позицию директора по разработке в IT-компании российской с одной стороны. И как-то сказать ему, ну ты что, совсем придурок? Вот как-то неудобно с одной стороны. А с другой стороны, ну вот я даже теряюсь и не знаю, что сказать. Почему? Потому что в зависимости от ситуации они могут делать то и могут делать не то. Вот пойди разберись, вот что ему сказать, то или не то они делают. Ну, все-таки как-то надо, ну да, он первый раз там вообще услышал про юз-кейсы и не знает, что это такое. Давайте не будем об этом, давайте вернемся к атрибутам качества. Значит, модель качества должна быть в основе, да, там, соответственно, тех нефункциональных требований, которые вы вместе с аналитиками определяете. Что из нее брать и какую из этих моделей там, соответственно, да, там брать, говорят, устарело, на самом деле это, да, аналитики говорят, устарело, ха-ха-ха. Это модель качества, а все остальные стандарты ИСО это определение нефункциональных требований и атрибутов качества. Совсем не то. Модель качества и атрибуты качества разные вещи. Значит, стандарт хороший и вполне себе пригодный для основы, для той основы, которую вы заложите в свою модель качества продукта или разрабатываемой системы. Так вот, собственно, модель качества, она вот определяет ровно то, о чем мы с вами, да, вот здесь вот говорили. Набор вот этих вот характеристик и частично набор атрибутов характеристик качества, которые, собственно, должны проявляться в качественном программном обеспечении. А вот, и там их очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много в каждой из моделей. А вот что конкретно брать и что конкретно переносить в вашу модель качества продукта, вот за этим существует директор по качеству продукта, как правило. И за этим существует руководитель отдела системного и бизнес-анализа, который тоже, в общем, об этом думает. Какие из этих характеристик, ну и учит своих аналитиков, как выделить из всей этой модели те характеристики, которые действительно нужны и важны для конечных пользователей. Вот эти, в общем, два человека, они примерно этим заняты. Вот. Значит, как оценить качество к программному обеспечению? Как сформулировать нефункциональные требования, не потратив время впустую? Во-первых, определить цели, то есть вот то, что мы хотим видеть в программном обеспечении. Вот они там, да, эти цели. Определить атрибуты качества. Это свойства, которые показывают, насколько мы близки к целям. И определить метрики, которые будут нам показывать, собственно, в ту ли сторону мы движемся, и, собственно, ну вот, что нам делать-то дальше? Совсем выкидывать то, что мы сделали в корзину, или все-таки еще там доработать? Значит, вот в ISO 9126 выделено шесть основных целей. Это функциональность, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость и переносимость. И, соответственно, вот есть набор атрибутов, которые относятся к вот этим вот, соответственно, целям. Вот. Ну, собственно, на этом я не буду особо внимания заострять. Почему? Потому что, явно вы сами это знаете, значит, модель по Макколу то же самое, то есть ничего нового, просто немножко по-другому сформулированы цели. Их больше, и они, в общем, как-то больше, собственно, заточены и ориентированы на процессы, которые, согласно стандарту ISO, значит, 9000 обеспечивают нам непосредственно, да, качество именно на уровне процессов. Значит, вот, собственно говоря, и они, это Маккол, и дополнительные несколько атрибутов качества внес Боэм к модели качества Маккола, и, соответственно, вот, ну, как-то, как-то вот так вот. Значит, сознательно ушла вот от чего, от самого интересного. ну, окей, а, надежность, например, да, доступность сознательно ушла от того, как, например, измеряется доступность. Разговора еще будет на час, предупреждаю, да, тема обширная и тяжелая, поэтому, ну, собственно, да, и это самое, как-то называется, статью для аналитиков начала писать по нефункциональным требованиям. Про это еще не написала, и про то, как мерить эту доступность, да, как ее проверять, вот как раз должна написать еще в третьем раунде. Значит, сценарий определения нефункциональных требований, то есть, по какому сценарию мы должны двигаться, что должно быть определено, когда мы определяем нефункциональные требования. Значит, ну, во-первых, критерии качества требований, это одна из тем, о которой мы поговорим, метрики и численные значения при определении нефункциональных требований и сценарии качества. Собственно, сами сценарии, которые должны быть написаны аналитикам под строгим контролем специалистов по качеству. Собственно, когда вы читаете требования, которые там приносит вам аналитика говорит, ну, вот, вот, сделал. Как специалисты по качеству вы должны оценивать его творчество с точки зрения, опять же, соответствия критериям качества. Во-первых, требования должны быть полны, то есть, содержать всю необходимую информацию для реализации их. однозначность, требования не должны допускать множество различных толкований, значит, корректность отдельного требования и согласованность требований между собой, необходимость, то есть, каждое требование, оно должно иметь свой источник, а не быть выдумано там аналитиком или еще кем-то там из головы. Они должны быть осуществимы, то есть, собственно, допускать его реализацию в условиях и ограничениях той среды, которая выбрана у нас для реализации и проверяемость этого требования. Это значит, что по данному требованию инженер по качеству должен писать сценарий его проверки. Вот, собственно, если ваши нефункциональные требования, они всем этим тоже пунктом удовлетворены, удовлетворяют, значит, они определены правильно. Значит, и нефункциональные требования должны помогать нам ответить, качественно сформулированные, должны помогать нам ответить на такие вопросы. Во-первых, насколько качественное программное обеспечение мы разработали, насколько оно будет удовлетворять ожиданиям заинтересованных лиц. Значит, определенным, да, критерием качества оно удовлетворяет или нет. И если не удовлетворяет или плохо удовлетворяет, то по каким именно, да, из критериев качества у нас допущена просадка. И если по ряду атрибутов качества оно не удовлетворяет этим самым предъявляемым критериям, то что нам делать дальше? Значит, для этого нужно, во-первых, чтобы для каждого атрибута качества был определен набор вот этих вот, ну, use case, или там user stories или еще чего-то, которые связаны с проявлением этого атрибута, причем основываясь на потребностях пользователей. Значит, чтобы каждый из атрибутов качества он имел метрики, позволяющие проверить этот атрибут, значит, этот атрибут, и для каждой метрики должны быть указаны диапазоны значений, которые определяют, насколько наше решение удовлетворяет да там вот, собственно, предъявляемым к нему требованиям. Стандарты, которые определяют процесс разработки нефункциональных требований и связаны именно с нефункциональными требованиями. Это перечень, собственно, этих самых стандартов. Собственно, вот это конец. А вообще я хотела еще там, ну, грубо говоря, показать, как выглядит сценарий качества с метриками по нему. Вот давайте вместе проделаем. А то я все вот стою, руками размахиваю, а вот как доходит до дела, нет, все слушают, все слушают, все кивают, а вот когда доходит до дела, тут так вот опаньки и начинается. Значит, пример. Пример взят. Ой, да, пример взят с тренинга, который проводился в одной финансовой компании. И я помню, что как раз именно аналитики пришли и говорят, вот, говорит, у нас есть модуль, который делает одну простую вещь. он уведомления рассылает пользователям. Уведомления пользователям по какому-то событию. Ну, например, значит, они занимались там торговыми системами, брокерами, биржевыми, да, соответственно, и, собственно, сама компания была биржевым брокером. Вот. И, собственно, по какому-то вот там событию, да, катастрофа, там, кризис ликвидности на рынке, ай-яй-яй, ой-ой-ой-ой, значит, все, значит, давайте, у нас вот тут вот беда. Значит, вот она рассылает сообщения. СМС и, значит, электронная почта. Вот, говорит, нам надо к этому модуле определить требования к производительности, и мы никак не можем это сделать. Ну, а что, собственно, да, а в чем проблемы? Ну, наливай да пей. А нет. А мы, говорит, собственно, вот с бизнесом никак не можем согласовать характеристики, значит, вот, производительности. Я говорю, а как вы их согласовываете, интересно? А вот мы им там, типа, вот надежность и доступность должна быть там, доступность на уровне 99 и 99 процентов, а бизнес этого не понимает. Я говорю, конечно, не поймет. Дорогие, у каждой из этих вот метрик, да, они взаимозависимы, и у каждой из этих метрик, которые характеризуют, какой-то из атрибутов качества, есть свое представление. Например, доступность 99 и 99 мало что скажет бизнесу, она что-то скажет айтишнику. А бизнесу она мало что скажет. Вот ты это 99 и 99 в часы недоступности в год переведи и скажи бизнес, у тебя система будет стоять, лежать, да, часов в год при среднем показателе, ну, сколько у тебя там, ну, возьмем 100 тысяч транзакций в секунду, если речь идет о какой-то системе, которая там, да, транзакционная, какие-то проводки делает, банковская. Значит, 100 тысяч транзакций в секунду, два часа там, да, делаем простую арифметику, да, там, на 100 тысяч транзакций в секунду, говорим, что, ну, поскольку у нас система World Wide, например, да, соответственно, то пики ее использования как-то, ну, не особо выделяются в 24-часовом графике, а если она у нас там только в Москве или там в Москве и в Санкт-Петербурге, то понятное дело, что два часа простоя ночью и два часа простоя днем это разные деньги и разные последствия для бизнеса, поэтому еще это надо, да, учитывать. И мы говорим бизнес, вот смотри, когда она у тебя там лежит днем, допустим, да, то ты теряешь, ну, миллиона два долларов, а когда она у тебя лежит ночью, ну, ты, соответственно, теряешь 100 тысяч. Но проблема в том, что мы не можем гарантировать, что она ляжет ночью и не ляжет днем. Вот два часа, вот, собственно, забивайся на самый высокий риск, когда она там лежит днем и все, значит, вот кричат, что ж такое, почему она лежит, почему мы не можем там оплатить по карте там наш товар на Алиэкспресс, что за ерунда. Ну, вот примерно так. И бизнес говорит, ну, два миллиона долларов, конечно, жаль, но в сравнении с мировой революцией это, конечно, пустяки. Так и быть, согласен. Но вот знаешь, вот четыре, это уже беспредел. Окей, говорить вы и записывайте, да, два часа недоступности, норм, а вот четыре, это уже, это уже перебор, это уже хватит. И переводите это там, ну, да, в процент доступности, соответственно, системы. Вот. И дальше, соответственно, дальше, значит, про вот как раз эту производительность с модулем рассылки. Ну, вот мы говорим им, что производительность должна там быть, ну, сто тысяч операций в секунду, а бизнес этого никак не понимает. И вот, ну, у него в голове не вертится эти цифры, он не понимает вообще, на что он подписывается. Я говорю, естественно, не понимает. И, кстати, откуда цифры сто тысяч операций в секунду? Ну, откуда они появились? Покажите мне расчет, как рассчитывали. Ну, мы прикинули, мы подумали. Значит, современные, значит, архитектуры и современные решения позволяют это делать. И шлюзы тоже пропускная способность, дорогие мои. Ну, давайте, значит, так. Первое. Скольким людям, сколько у вас, какой у вас объем базы пользователей, которым нужно отсылать эти уведомления? Ой, ну, миллиона два. Хорошо, миллиона два. Значит, за сколько времени гарантированно после наступления времени ЧЕ эти сообщения по СМС и по мейлу должны быть доставлены адресатом. Ну, не знаем. Спросите у бизнеса. Через минуты уже поздно будет. Спросите у ваших конечных пользователей. Через минуты уже поздно будет. Может, вам этот шлюз вообще просто не нужен, потому что там должен сидеть человек и вот так вот, не дай бог, отойдет, следит, следить с глазами за постоянно обновляемым графиком там на экране, собственно, и никаких уведомлений, потому что через секунду будет уже поздно. Секунда подойдет, минута вообще вот терпит, собственно, ну, полдня, час, и вот увеличиваете там хотя бы на порядок величины эти значения. Вот, а час это много или мало? Час много. А 15 минут нормально? 15 минут нет, многовато. Хорошо, минута нормально? Да, минута нормально для принятия вот того решения, да, там, соответственно, которое произойдет между наступлением этого события и реакцией, да, вот на него. Значит, минута это предельный срок, за который все сообщения должны быть отправлены. И их надо отправить за эту минуту 2 миллиона. Прогноз по росту Больцевой сельской базы, сколько будет через год этих сообщений, сколько будет пользователей через год? Через год будет 10 миллионов. Понятно. Значит, сейчас требование к производительности 2 миллиона сообщений за минуту, через год, соответственно, 10 миллионов сообщений за 2 минуты. вперед арифметика на уровне перевода скольких-то операций в минуту на сколько-то операций в секунду. И не завышать. Никакие там 100 тысяч в секунду взятые из потолка и не завышать. Почему не завышать? Потому что любое завышение характеристик качества, да, вот этих атрибутов качества, это очень сильная удорожание разработки и удорожание стоимости всего решения. Всего лишь два раза, да, повысить характеристику какое-то качество без вот такого требования бизнеса положи и выдай, вынь да положь, может привести к десятикратному увеличению стоимости разработки и, соответственно, внедрения системы. об этом всегда надо помнить. Ну вот, собственно, наверное, все. микрофон работает, да? Коллеги, прежде чем мы перейдем к вопросам, Наташ, мы тебя хотим поздравить, мы знаем, что у тебя день рождения, будьте сюда, пожалуйста, не просто день рождения, а юбилей, поэтому мы тебя поздравляем, желаем тебе оставаться такой же активной, позитивной, ну и победа. Да, вопросы? Спасибо большое. Вопросов нету? Вот, очень приятно, слушаю. Здравствуйте, спасибо за доклад, хотел спросить по последней части, как вот понять, что я не завысил требования, допустим, мне нужно 10 тысяч запросов в секунду обрабатывать, вот, и как мне понять, что я не слишком много я хочу, вот, то есть, как бы люди, которые установят эти требования, они как бы далеки от технической части, но не совсем, вот, и вот как все-таки быть человеком, который немножко все-таки старается объединить несколько должностей, потому что очень тяжело, когда мы все разбились на много должностей, и получается пропасть какая-то иногда возникает. Смотрите, 10 тысяч событий каких-то, да, или транзакций в секунду. Собственно, первое, определяйте источник данных, откуда на вас сыпятся эти транзакции. Если это какие-то внешние системы, то вам эти 10 тысяч в секунду просто, ну, вот, надо держать. Если эта система, которую вы только проектируете, вы опять же смотрите на число пользователей, да, которые совершают эти транзакции, и не просто общую базу пользователей, да, там, соответственно, ну, вот, в вашей системе там 10 миллионов пользователей, и что? Они же не все одновременно, да, там, соответственно, работают, а на график их, соответственно, активные работы с вашим приложением или с вашей, с вашим сайтом, и кроме того, они, когда работают, они же не все время эти операции, это там, да, там, переводы денег, например, другу, там, или оплаты чего-то, там, да, совершают, а вот сколько конкретно именно таких операций пользователи совершают за определенное время, за час, там, да, и в часы именно пиковой нагрузки на систему, и в часы меньшее нагрузки, и, соответственно, ваши требования к производительности должны, ну, например, раз в 10 перекрывать пиковую нагрузку, почему, потому что, на порядок, почему, потому что всякое случается в жизни, ну, вы сделали маркетинговую компанию, соответственно, да, там к вам ломанулась половина всего мира, ваша система легла, вот такого, чтобы там, да, там, ну, минимум раз в 10, там, да, собственно, вот то, вот, что у вас есть в течение дня, а отследить это вам, опять же, могут помочь специалисты по качеству и юзабилити специалисты, которые, соответственно, ну, знают про профиль, да, использование вашего сайта и знают, собственно, его по действиям, то есть, что конкретно, да, там, на какой странице пользователь был и что он делал на этой странице. И вот, соответственно, только те действия, которые выполнены с тех, да, там, страниц, которые имеют отношение именно к вашему модулю, они должны учитываться при расчете, соответственно, этой нагрузки. попытка номер два. Да. Да, меня Николай зовут, у меня вопрос немножко сбоку от темы доклада. Вот, приходилось видеть проектные команды, где есть 10 человек, трое системные аналитики. Приходилось видеть команды, где 30 человек, ни одного системного аналитика. Вот, есть такое сферическое соотношение, которое приходится часто слышать, что хорошее отношение, там, два программиста, один тестировщик. Есть вот какие-то такие вот цифры, но про системных аналитиков. Сколько их должно быть вообще на проекте? Вы знаете, собственно, на самом деле, вот, ну, цифры с потолка. В лаборатории Касперского число тестировщиков на одного программиста очень сильно, например, варьируется от группы к группе. Бывают команды, в которых там 10 человек тестировщиков на одного программиста. Это мало. в силу определенных, да, соответственно, особенностей. А бывает так, что, собственно, ну, вот и одного тестировщика многовато на одного программиста. Поэтому надо скорее исходить из объема функциональности самой системы, которую разрабатывает команда, да, в человека годах. и вот один человек год общей командной работы, собственно, скорее требует выделения одного или двух аналитиков на этот проект. Ну, просто вот из вот таких вот более, да, приземленных метрик исходите. вот как-то так вот. Но вообще, ну, ситуации бывают очень разные, и потом сами аналитики, они иногда приходят в проект и уходят из него просто по требованию, да, например, на фазе анализа надо усилить отдел анализа для этого, группу анализа для этого проекта. на этапе там поддержки и тестирования уже там один вполне справится с этой работой. То есть, да, там выделение аналитиков в компании на проект, это опять же очень динамическая штука. Спасибо. Вот. Ну, вообще обычно, ну, скажем так, три разработчика мне бы было уже тяжело, потому что еще на их вопросы отвечать целый день. Ну, ну, не тяжело, а так, нормально. Вот пять-шесть человек, ну, собственно. Потом, ну, я не знаю, опять же, это вот каков оптимальный размер, например, групп системных аналитиков, которую может вести TeamLIT. Я видела людей, которые легко, это самое, как это называется, с 12 человеками управлялись, ну, непосредственного руководства. А я вот, например, на шестерых уже подыхаю. Ну, люди разные, скиллы разные, и ситуации тоже очень разные. Есть еще вопросы? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Такой вопрос, подскажите, пожалуйста, из вашей практики, какой был оптимальный выстроен процесс взаимодействия между как раз отделами аналитики и тестирования? Ну, хотелось бы просто у вас из жизни что-то послышать. Знаете, почему? Вот, когда к бизнес-процессам, например, подходит, да, значит, говорят, что правильный способ это описать сначала из-из, да, там, процесс, а потом to be. Знаете, в чем основная трудность описания процесса из-из. Как правило, тот, кто описывает, все процессы не знает, даже если он работает в этой организации. И поэтому он пишет что-то со слов других людей, и другие люди, они начинают верить в сказку. Да, соответственно, ну вот, про оптимацию, особенно, если ему, если им еще сказать ключевое слово оптимально, вот оптимально, как, ой, там будет полет фантазии. Значит, понимаете, с оптимальным взаимодействием между командой тестировщиков и командой аналитиков я не сталкивалась с историей ни разу. Но аналитик мог помогать тестировщикам в их нелегком труде, своевременно отвечая на вопросы, во-первых, да, и причем не так, но ты же должен это знать. За это просто-напросто вот что надо делать? Сейчас покажу. Ну, предположим, что это голова-аналитика, вот так вот брать, и об стол, и об стол, и несколько раз. Вот, значит, на заданный вопрос, на заданный вопрос и тестировщик, да, со стороны тестировщиков тоже, собственно, такого хватает. Вот за такие фокусы, значит, берем, да, и вот сразу. Отвечать на вопросы друг друга своевременно и, наверное, предлагать те форматы представления требований, которые понятны всем вокруг. Это основная задача аналитика. Если он ее решает, он уже эффективно коммуницирует с другими отделами. Кроме того, соответственно, когда тестировщик, когда аналитик, например, все уже написал, все остальные, они не могут влезть в его голову. У него, когда он пишет, у него уже в голове какая-то картина мира. Никогда ни одна самая полная, самая непротиворечивая спецификация не передаст всей той картины мира, которая в голове у аналитика. Это значит, что чем раньше тестировщик включится в его работу, хотя бы не все тестировщики, а ведущий тестировщик начнет аналитику задавать вопросы и контролировать качество его работы, а на нефункциональных требованиях это просто непочатый край, только зайди и будет целое поле для того, чтобы написать свои сценарии тестирования и проверки атрибутов качества системы, тем, наверное, лучше. Это основные рекомендации, которые я могу дать. Почему? Потому что чем дольше мы откладываем начало взаимодействия между отделом тестирования и отделом системного анализа, тем больше будет ситуаций, когда надо будет просто брать и обстолкнуть.